Всем хай! И добро пожаловать на канал брутального повара-металлиста. В этом видео я наконец-таки попробую новые брауни от Bomb Bar. Хотя, наверное, они не такие уж и новые уже, когда я выкладываю это видео. Ну ладно. Итак, я не дождалась ассорти, поэтому заказала каждый вкус отдельно. Заказ я делала на Wildberries, потому что там были хорошие скидки. На сайте брауни стоит одна коробка около 1100 рублей на сайте Bomb Bar. А на Wildberries были скидки. И я заказала 4 коробки по 888 рублей. Каждый из них 10 штук. То есть за штуку это 88 рублей и 80 копеек. Конечно, не дешево. Фитнес-шок, по-моему, подешевле. Но, во всяком случае, дешевле, чем на сайте. Мне пришли вот такие вот симпатичные дизайнерские коробочки. И давайте посмотрим, какие здесь вкусы. Собственно, первый вкус – это фундук. Такого вкуса, кстати, по-моему, у фитнес-шок нет. Второй вкус – фисташка. Такой уже есть. Третий вкус – классические брауни. Кстати, у них даже с фитнес-шок цветовая гамма совпадает. И четвертый вкус – печенье-крем. Ну, то есть Oreo. Такой тоже есть у фитнес-шок. Ну, будет с чем сравнить. Поехали пробовать? Пойдем по порядку и начнем со вкусов фундук. Здесь такая оранжево-коричневая упаковочка. Изображено пирожное в темной глазури с орешками. Собственно, сам фундук и кусочки шоколада. На лицевой стороне указана масса, количество протеина, отсутствие сахара. И также то, что здесь много клетчатки и нет глютена. Что касается к БЖУ, то оно мне нравится здесь больше, чем у брауни фитнес-шок. Потому что, ну, калорийность, в принципе, практически такая же. Довольно калорийное пирожное. Но у бомбар больше белка. Для сравнения, у фитнес-шок 15 грамм. В каждом брауни на 100 грамм. Здесь же вот мы видим 23. Больше всего в БЖУ жиров, затем идут белки, а потом уже углеводы. А у фитнес-шок больше углеводов, чем белков. Что же касается состава, то он мне тоже понравился. Он хороший. В качестве подсластителей здесь используются стивиол гликозиды и сукралоза. Больше ничего. И также здесь используются только животные белки. Глазурь здесь на натуральном какао-масле с тертым какао. Молочный шоколад есть. Есть темный шоколад, тоже на тертом какао. Без всяких заменителей. Все прекрасненько. Ну, также здесь присутствуют всякие добавки, типа водорастворимые волокна кукурузы, соевый лицетин, в качестве консерванта сарбаткалия. Есть яичный меланж, олигофруктоза, инулин и так далее. Ну, и еще тут присутствует фундук, помимо натуральных ароматизаторов. Ароматизаторы, кстати, не расписаны, но написано, что они натуральные. В принципе, в составе нет ничего криминального, все очень даже неплохо. Даже, наверное, лучше, чем у фитнес-шок. Поэтому давайте я подложу дощечку и откроем его. Прямо интриза. О, упаковка, кстати, легко открывается. О, нежданчик. Я думала, они будут, вообще-то, круглые, а они квадратные. Наверное, они решили таким образом отличиться как-то от фитнес-шок. Пахнет брауни, в принципе, не сильно, довольно аппетитно. Я чувствую аромат молочного шоколада и легкий такой запах фундука. Вроде бы никакие ароматизаторы не чувствуются. Пахнет неплохо, не сильно, более-менее. И почему-то он заглазирован как-то неравномерно. Там вот, видите, подтеки. Небольшие недочеты. У фитнес-шока они какие-то более идеальные. Ну, давайте заценим, какой он внутри. Режется, кстати, не так легко, как фитнес-шоковские. О, на вид брауни не выглядит влажным. Может быть, он будет суховатым. Но, во всяком случае, здесь много фундука. Его они не пожалели. Ну, давайте попробуем, что тут у нас. Мне кажется, я чувствую легкий такой запашок протеинов. Хотя, может быть, мне кажется. Ну, эти брауни посуши немножко, чем фитнес-шоковские. Но, в общем-то, бисквит не сухой. Здесь внутри также есть кусочки шоколада. Много орешков, действительно. Они довольно крупные кусочки. В принципе, неплохо. Пиктура мягкая. Что касается вкуса, брауни в меру сладкий. Но, мне кажется, немножко какой-то пресноватый, что ли. Не знаю. Кстати, по-моему, они менее жирные, чем фитнес-шоковские. Я чувствую вкус фундука легкий. Вкус глазури, то есть вкус молочного шоколада. Ничего приторного тут нет. И, по-моему, здесь нет фундучного ароматизатора. Во всяком случае, я его не чувствую. То есть, знаете, бывает такой прямо яркий, химозненький фундучный ароматизатор. Но тут его нет. Чувствуются просто орешки. Знаете, мне кажется, по текстуре этот брауни больше похож на брауни протеин и рекс. И это неплохо. Это вкусненько. И, в принципе, годно. И я думаю, что я с удовольствием бы заказывала такой брауни снова. Но по существенной скидке. То есть, за 88 рублей, практически за 90, все-таки дороговато. Если бы они стоили, ну, рублей 70, там, 65, я бы заказывала с удовольствием. И в ассорти. Не по отдельности. Не могу сказать, что меня как-то особо сильно впечатлил этот вкус. Возможно, другие мне понравятся больше. Он такой более-менее нейтральный. Ну, посмотрим. Во всяком случае, плюс в том, что здесь хороший состав, больше белка, чем у брауни фитнес-шок. И много орешков. Переходим ко второму вкусу. Фисташка. Этот брауни у нас уже в белом шоколаде. Есть такая салатовая упаковочка. Изображены, собственно, фисташки. Белый шоколад. Ну, и нежная пироженка с кусочками фисташек. Здесь, как всегда, указан процент протеина. Отмечено отсутствие сахара. Указана масса. Ну, и наличие клетчатки. И также отсутствие глютена. По кабжу этот брауни чуть менее калорийный, чем предыдущий. Здесь больше белка. Совсем немножко больше жиров. И гораздо меньше углеводов. Мне, кстати, нравится, что бомбард для каждого вкуса рассчитывают калорийность отдельно. Они, как те же фитнес-шок, везде шлепают одну и ту же калорийность. И БЖУ. Что касается состава, то здесь есть несущественные отличия. Ну, во-первых, здесь нет какао-порошка, потому что глазурь белая. При этом глазурь на какао-масле. То есть без всяких заменителей. Также здесь нету олигофруктозы и нет инулина. И есть только один подсластитель. Это сукралоза. Также тут снова есть какие-то натуральные ароматизаторы неизвестные. Есть фисташка и зачем-то еще фундук присутствует. Но в целом состав хороший. В остальном отличий нет. И еще, кстати, здесь внутри нету кусочков белого шоколада. Вроде бы. Ну, давайте я подложу дощечку и откроем. Интересно, какие будут вкусные в белом шоколаде или в молочном. Такое не совсем ровное пирожное. Пахнет этот брауни аппетитнее, чем предыдущий. Я чувствую такой сладкий запах качественного белого шоколада, к которому примешивается легкий ореховый аромат. Очень вкусненько. Давайте посмотрим, что там внутри. Консистенция вроде такая же, как у прошлого. О! А здесь довольно много крупных кусочков фисташек. Ну, продегустируем. Пахнет прямо очень аппетитненько. Мне кажется, этот брауни более влажный, чем прошлый. Такой плотненький. Вкус белого шоколада идеальный. Прямо максимально натуральный. Вообще класс. Да, в прошлой брауни был значительно суше. На вкус это в меру сладко. Непритерно. Несмотря на то, что белый шоколад. Кусочки орешков довольно мягкие. Жуется все очень легко. И орешков действительно много. Во вкусе я ощущаю чисто, ощущаю, ощущаю чисто белый шоколад. Такую ванильность. Я думаю, наверное, добавлено ваниль или там ванильный ароматизатор в белый шоколад. Но я не чувствую при этом никаких ароматизаторов. То есть, никакого фисташкового ароматизатора здесь нет. Просто такое вкусненькое, нежное бисквитное пирожное. И да, здесь нет никаких химозных привкусов. Что могу сказать? Это достойно. Вот этот брауни понравился мне больше, чем прошлый. И я думаю, что такой вкус я бы могла брать снова. Но я все-таки надеюсь, что появится ассортип. Если оно уже не появилось, пока я монтировала это видео. И я с удовольствием возьму такое в ассортип. Ну, либо отдельно. Если будет скидка. Переходим к третьему вкусу. Классический брауни. Тут такая сиренево-фиолетовая упаковочка. И, кстати, дизайн у фитнес-шоковского брауни классического точно такой же. Тоже фиолетовый. Что касается КБЖУ, то это брауни пока что самое низкокалорийное. Здесь меньше белков, чем в двух предыдущих. Меньше жиров, но побольше углеводов. Что же касается состава, то он здесь, в принципе, ничем не отличается от состава первого брауни. И здесь также снова есть фундук. Я не понимаю, зачем и действительно ли он тут есть, и в каком виде, если он есть. Может быть, это фундучная мука. Но, как бы, так как калорийность тут ниже, фундука здесь существенно меньше. И, кстати, в прошлом брауни я тоже вроде бы не заметила никакой фундук. Ну, давайте подложу дощечку и откроем его. О! Вроде бы или менее ровненький. Только сверху что-то налипло. Пахнет брауни, если честно, как-то не очень шоколадно. Больше напоминает запах каких-нибудь шоколадных протеиновых батончиков. Примешивается к запаху молочного шоколада какой-то странноватый, рисковатый запашок. Может быть, это запах протеина или кукурузных волокон. Ну, на запах так себе. Давайте разрежем. Кстати, запах мне чем-то напомнил запах шоколадного батончика от Солви. О! Фига! А тут, кстати, много шоколада внутри. Ну, давайте попробуем. В разрезе уже как-то поаппетитнее пахнет. Текстура у него практически такая же, как у первого. Но, по-моему, все-таки чуть влажнее, потому что здесь больше шоколада. Фундук я никакой здесь не ощущаю. Я думаю, это, наверное, все-таки фундучная мука, потому что никаких кусочков фундука здесь нет. Что же касается вкуса... Но... Как-то это снова не особо шоколадно. Я чувствую сладкий вкус молочного шоколада. Вкус какао не сильно выражен. И есть какой-то привкус, который свойственен практически всем шоколадным протеинкам. Может быть, это привкус протеина, я не знаю, но... Это не прям вау-супер, как шоколадно. И, кстати, классические брауни от Protein Rex и от Fitness Shock по вкусу мне нравятся больше. Там как-то нету такого привкуса. В целом, неплохой брауни. Достаточно вкусный, в меру сладкий, неприторный. Шоколада внутри много. Но мне не хватило именно какой-то вот какао-вости. Горчинки какао, так как я любитель горького шоколада. Я люблю прям, чтобы было прям вязко так во рту от какао. Тут же это вышло чем-то похожим на шоколадный бисквит от Солви. Реально, по вкусу. И как-то недошоколадно. Такой вкус я отдельно заказывать не буду. Если только в Ассорти, если Ассорти выйдет или уже вышло. И классические брауни я все-таки предпочитаю от Fitness Shock или от Protein Rex. Ну что, переходим к последнему вкусу. Печенье-крем. Тут у нас изображен такой черненький брауни в белой глазури. И печеньки Oreo. По кэбэшу, это пирожное самое низкокалорийное из всех. Здесь столько же белков, сколько в прошлом. Но чуть поменьше жиров и углеводов. Что же касается состава, то, во-первых, меня бесит то, что он написан черными буквами на таком темном фоне. Видно очень плохо. Думаю, что производителю лучше было бы сделать, точнее, написать состав белым шрифтом. Что касается состава, то здесь используются два подсластителя. Это сукралоза и олигофруктоза. Тут глазурь также на какао-масле. Внутри есть темный шоколад с какао-тертым, тоже натуральный. И снова указан фундук, который мы, конечно, не почувствуем. От печенья здесь есть только натуральные ароматизаторы и еще краситель натуральный, черный, какой-то кокосовый уголь. Я впервые такой вижу. Я предположила, что они сожгли кокос и получили уголь. Но не знаю, на самом деле, как получают этот краситель. Но поверим, что он натуральный. В остальном в составе изменений нет. Так что давайте открывать. Интересно, какой вкуснее фитнес-шок с таким вкусом или бомб-пар. Пока что фитнес-шок по вкусу нравится мне куда больше. Так. Немножко кривовато и тут еще что-то налипло. Пахнет пирожное очень сладко. Я чувствую аромат белого шоколада. И к нему примешивается еще, по-моему, запах протеина. И ощущается при желании легкий печеньковый аромат. Ну, более или менее съедобно. Да, кстати, почему-то у бомб-пар глазурь, во-первых, тоньше, чем у фитнес-шока. Во-вторых, она как-то неравномерно распределена. Ну, давайте разрежем. Пирожное плотное. О! Так, стоп. А почему внутри был прописан темный шоколад, если здесь я вижу кусочки белого? Нет, правда, в чем прикол? Может быть, здесь есть и темный шоколад, помимо белого внутри. Но я что-то его не вижу. Вижу только кусочки белого шоколада. Почему в составе прописан темный? Непонятно. Ну, пахнет более-менее, только как-то схематцой. Давайте пробовать. Текстура нежная, сочная. Мне кажется, этот брауни самый не сухой из всех. Что касается вкуса, должна сказать, что это приятнее, чем на запах. Намного. И вкус этого брауни нравится мне больше, чем того же фундучного или классического. Он довольно сладкий, но не приторный. Тут ощущается такая легкая печеньковость. Можно, конечно, ощутить и привкус протеина, но он практически незаметен. В целом, неплохо. Еще хочу отметить, что шоколад внутри кусочки вот эти. Они что у бомбар, что у фитнес-шок немножко как будто похрустывают. Я не знаю, из-за чего. Это может быть из-за кукурузных волокон или чего они там добавляют. Но ощущение такое, как будто ты ешь не шоколад, а мягкое печенье. В целом, вкусненькое, неплохое пирожное. Правда, я бы его все-таки запила чаем. И вкус орео, точнее печенье-крем у фитнес-шок все-таки мне нравится больше. Ну что, теперь давайте подведем итоги и построим рейтинг. На последнее четвертое место у меня идет классический вкус, потому что, если тот же самый вкус у фитнес-шок и у протеинрекс мне понравился больше, чем все остальные, то здесь это было вообще не шоколадно. Это было как-то безвкусно, сладко. Конечно, текстура была неплохая, но я вообще не впечатлена, потому что я любитель горького шоколада, любитель горчинки какао. Здесь ничего этого не было и вообще брауни был какой-то пресный. На третье место идет брауни с фундуком. Он, в принципе, тоже был довольно безвкусный, но там хотя бы был фундук. Его было много. И, по-моему, этот брауни был самый сухой из всех. Но, тем не менее, по вкусу он зашел мне чуть больше, чем классический, потому что классический был прям какой-то, не знаю, жирный, притерный. И фундучный для меня оказался приятнее. С первым и вторым местом у меня возникли сложности, потому что, в принципе, мне одинаково зашли как печенье-крем, так и фисташковый. Но все-таки на второе место я поставила печенье-крем, потому что в составе внутри был указан темный шоколад, а на самом деле он там белый. Да и, в принципе, тут еще использовался краситель. И как там, не знаю, этот брауни более химозный, чем фисташковый, но все-таки вкусный. Ну, а на первое место пойдет фисташковый брауни, потому что там была фисташка, ее было довольно много. Не было никакого химозного ароматизатора. И, в целом, вкус был приятненький, нейтральный, но, правда, сладкий. Лучше есть с чаем. Что касается общего впечатления насчет всех брауни, то я все-таки предпочитаю фитнес-шок. Даже несмотря на то, что КБЖУ там чуть похуже, чем здесь, меньше белка. И, в принципе, фитнес-шок не запариваются с подсчетом КБЖУ. У них там везде одинаковое КБЖУ. Здесь хотя бы рассчитано на каждое пирожное отдельное КБЖУ. Несмотря на эти недостатки, я все-таки, наверное, предпочту фитнес-шок, потому что, во-первых, они дешевле, во-вторых, мне куда больше нравится их текстура и куда больше нравятся их вкусы, потому что они там хотя бы есть. Здесь же все брауни какие-то пресноватые. Текстура у брауни Бомбар чуть потверже, посуше и чувствуется привкус протеина практически во всех брауни. У фитнес-шок такого нет. Заказывать или нет решать вам. Можете ради интереса попробовать. Но я все-таки, наверное, повторно заказывать эти брауни не буду. Может быть, только очень нескоро, если будет на них огромная скидка. Потому что так фитнес-шок вкуснее и дешевле. Пишите в комментариях, пробовали ли вы уже брауни от Бомбар. Какие вам понравились, какие не понравились. Что вообще в целом скажете. Мне будет интересно почитать. Также, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. Заходите на мой канал, смотрите другие мои видео. Помимо обзоров, у меня есть также рационы питания с КБЖУ для похудения и при различных заболеваниях. Простые рецепты, подборки рецептов. Ну и много другого интересного контента. Так что заглядывайте. А на сегодня я с вами прощаюсь. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok